Музыка Музыка Мир вам драгоценный и благодать да умножатся. Приветствую всех в любови Господа нашего Иисуса Христа. Верю, что у вас все нормально, настроение хорошее. Вы готовы принять участие, активное участие в этом благословенном служении, которое сегодня будет. И я просто приглашаю вас присоединяться к нам. Позовите ваших друзей, знакомых, кого хотите. Или поделитесь в ваших соцсетях о том, что здесь начинается у нас прямой эфир. Приветствую всех тех, кто нас смотрит в Доме Веры. Дом Веры, люблю вас. Привет, привет, привет всем Дом Веровцев. Пускай Бог благословит вас. Пускай благословения Божьи будут с вами. Если вы еще не в Доме Веры, зайдите на сайт домверы.ру. Вот здесь написано, вот оно написано, домверы.ру. Пройдите, нажмите на эту ссылочку. И вы можете оказаться у нас в нашем интернет-сайте домверы.ру, где у нас постоянно идут прямые эфиры. То есть вы не только со спутника можете смотреть. Я обращаюсь с тем, кто меня со спутника смотрит. Но вы можете меня смотреть в интернете, в HD-качестве. Плюс вы можете оставлять комментарии. И вот я прямо сейчас вижу, что люди пишут мне комментарии. Александр из Каменогорска говорит, мир всем. Елена из Севастополя, Наталья из Мизури. Наташа, привет тебе и всей твоей большой семье, и Петру, и супругу, и всем-всем дёнышам твоим десятерым. Слава Богу, слава и Саране. И так, приветствую всех. Александр из Каменогорска уже называл. Мир вам умножится. Аллилуйя. Пускай Бог благословит вас. Спасибо, что вы присоединились к нам. Приглашайте ваших друзей, знакомых. Приглашайте к участию. Любим, ценим, благодарим Богом. Особенно хочу поблагодарить всех тех, кто смотрит меня через спутник, через Дом Веры, всех тех, кто является нашими партнерами. Благодать и благословение вам умножатся. Я буду молиться и просить у Господа благословения для вашей жизни, чтобы Бог наполнил вас до избытка, чтобы Бог сделал чудеса, чтобы Бог работал с нами, чтобы Бог менял наши жизни, чтобы Господь совершал работу в каждом сердце. Поэтому, если ваши сердца готовы, если не готовы, готовьтесь, откройтесь, разрешите Богу действовать. Я буду молиться за вас, за ваши просьбы. Я буду молиться, чтобы Бог дал ответ на все ваши просьбы, чтобы вы получили реальный, настоящий ответ от Бога, чтобы ваши сердца расплавились в Божьем присутствии, чтобы ваши сердца расплавились в Духе Святом, чтобы ваши сердца наполнились, наполнились живым Богом, чтобы ваши сердца наполнились силой во имя Иисуса Христа. Помолимся или нет, дорогие мои? Я обращаюсь к тем, кто в Доме Веры. Молиться будем или как? Или будем молчать? Я думаю, что надо помолиться. Молиться – это хорошо, правда? Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Молитесь, ибо Бог так нам заповедовал. Господь сказал, дух бодр, плод же немощна. Поэтому бодрствуйте и молитесь. Я вижу, Родион из Украины присоединился. Приветствую тебя, пастор Родион. Евгений присоединился из Кишинева. Будет доменяться. Аня, у вас там уже вечер. Забыл, как по-молдовски добрый вечер. Но помню, какое утро. Доброе утро. Будет доменяться, называется по-молдовски. Любовь с Карелией, Денисова. Приветствую вас, Любая, дорогая. Алена из Белгородской области России. Говорит, Максим, привет. И всем привет. Наталья, Салматы, шалом. Приветствую всех. Из Лондона наша драгоценная сестра. Тоже приветствую. Но всех, кого я заметил или не заметил, потому что, простите меня, я всего лишь человек. Иногда не успеваю замечать кого-то. Давайте помолимся. Много может молитва. Давайте молиться и двигать наши сердца по отношению к Богу, приближаясь в его присутствие, восхваляя его святое имя. Аминь, аминь, аминь. Господь достоин чести, славы, хвалы и благодарения. Помолимся. Вы знаете, после молитвы у нас будет небольшое прославление. Алексей Шиповский нам приготовил ролик, и мы покажем один ролик, прославим Господа. А потом у нас будет очень интересная и важная тема. Вы со мной надеясь. Помолимся. Аллилуйя. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за этот славный день. Благодарю Тебя за благословение. Благодарю Тебя за милость, за то, что Ты с нами. Благодарю Тебя за настоящность. Господь, что Ты по-настоящему действуешь в нашей жизни. За силу Твою. За то, что Ты укрепляешь нас. Проводишь нас, Господь, через штормы. И идешь к нам по воде, когда мы находимся в штормах. И, Господь, находясь в шторме, мы уповаем на Тебя и хотим воскликнуть. Господи, помилуй нас, помоги нам. И мы знаем, что Ты идешь к нам по воде. Ты шагаешь к нам навстречу. Мы превозносим Тебя, Господь. Поклоняемся Тебе. Величаем Тебя, Царь Славы, благословляем Твое Святое Имя, хвала Тебе, славный, сильный, Бог великий, Бог достойный, Царь наш, Отец Вечности, Господь Сидержитель. Я хвалю Тебя, Господь, я поклоняюсь Тебя, я прошу, благослови каждого человека, благослови каждое сердце, благослови, Господь, всех-всех людей, кто сейчас смотрит со мной этот эфир, присутствует. Я прошу Тебя, Господь, благослови, пускай Твое благословение будет на их сердцах, в их жизни. Господь, прошу Тебя, благослови, поддержи, укрепи. Я прошу Тебя, Господь, да будет Твое благословение с ними, да будет Твоя слава с ними, да будет воля Твоя с ними во имя Иисуса Христа. Я благословляю Вас именем Иисуса Христа. Господь Сидержитель, благослови каждого человека, благослови, Господь, Духом Святым. Пускай все, что Ты задумал, совершится в их жизнях. Я прошу Тебя, Господь, пускай милость Твоя обновляется над ними, сила Твоя наполняет их. мудрость своя, да будет с ними, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя, Господь, исцели их тела, соверши, Господи, работу, во имя Иисуса Христа, я благословляю, именем Иисуса, да придет исцеление, освобождение, придет милость Божия и прикосновение Божие, да пребудет с вами Господь, во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына Святого Духа, аминь. Будем славить Господом, поклоняться Царю Царей, Он достоин хвалы, Он достоин благодарения, славь Его душа моя, хвалите Господа, все народы, аллилуйя, слава, слава, слава. Бог назвал меня святым, совсем не по делам моим, но по милости своей и изволенью своему, Вся слава Ему. Бог назвал меня святым, аллилуйя, аллилуйя, совсем не по делам моим, аллилуйя, аллилуйя, Но по милости своей и изволенью своему, Вся слава Ему. Спасибо Господу за благодать, спасибо Господу за благодать, спасибо Господу за благодать, Иисуса Христа. Спасибо Господу за благодать, спасибо Господу за благодать, спасибо Господу за благодать, Иисуса Христа. Иисуса Христа, Иисуса Христа, Бог спас меня не по делам, аллилуйя, я всю хвалу Ему воздам. Излил святого духа обильно на меня, и я пою аллилуйя, еще. Аллилуйя, аллилуйя, я всю хвалу Ему воздам. Излил святого духа обильно на меня, и я пою аллилуйя. Спасибо Господу за благодать, спасибо Господу за благодать, спасибо Господу за благодать, Иисуса Христа Спасибо Господу за благодать Спасибо Господу за благодать Спасибо Господу за благодать Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа Я победил тебя, дьявол, через кровь Христа. Я победил тебя, дьявол, через кровь Христа. Бог дал нам силу, Бог дал нам власть, Бог дал мне силу на ступа. На всех змей и скорпионов, И вражью силу побеждать. Если Бог за нас, кто против нас? Никто, если Бог за нас, кто против нас? Никто, кто будет осуждать, кто будет обвинять? Бог за нас, кто против нас? Спасибо Господу за благодать, Иисуса Христа. Слава, 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 слава Иисусу Христу, слава Богу. Мы продолжаем славить Господа. Он достоин. Спасибо Господу за благодать. Аминь, аминь, аминь. Мы вместе славим этот прямой эфир. Приветствую еще раз всех тех, кто только что присоединился к нам. Только что Алексей Шиповский вместе с нами славил Господом. И сейчас моя жена вышла здесь на связь. Мне звонит. Я очень рад, что она со мною в этом прямом эфире. К сожалению, я ее сейчас пока не могу вывести в эфир. Но в любом случае, я люблю мою дорогую жену. И обожаю, просто-просто, очень ценю ее. Она у меня благословенная жена. Хорошо. Итак, дорогие друзья, мы начинаем наш прямой эфир. И вы знаете, когда мы стоим перед Богом, мы ожидаем, что Бог даст нам мудрости. И даст нам ведение и управление. И я хочу, чтобы Бог управлял моей жизнью. Я хочу, чтобы Бог направлял меня. По ряду причин я оказался вне своего дома. По ряду причин я оказался далеко, далеко, далеко от того места, где я хотел бы оказаться. И по ряду причин, я не буду объяснять в деталях, но вот эти давления, гонения, преследования меня дистанцировали от моего родного уютного места, где у меня много сотрудников, помощников. Я оказался вот в этом гараже, где я сейчас нахожусь. И, вы знаете, этот гараж пришлось переоборудовать, сделать вот это все, вот это все поставить. И то, что вы сейчас видите здесь, там лес сзади меня, это не совсем лес, это там баннер наклеен. Ну, пусть думают, что у нас там сзади лес. Вот, и все это окно мы построили, и вот эти стены красили с мамой, и даже вот этого льва, который здесь висит, мы повешали сюда, я его заказал. В общем, все здесь повешили, сделали такая удобная, уютная студия. И мой сын старший, у меня потрясающе старший сын, и вообще у меня дети потрясающие, он служил здесь много времени, но потом он начал собственную карьеру, начал заниматься. Он служил, у него была профессиональная камера, называется Mark III Canon, очень хорошая камера. В студию мы не могли себе такую хорошую позволить, поэтому мы взяли небольшие камеры Nikon, такие приятные маленькие камеры. Они работают у нас здесь, они стоят, вот сейчас я смотрю на эту камеру. И у нас камеры небольшие, но раньше у нас была центральная хорошая камера, пока сын со мной здесь жил. Он сейчас переехал в Лос-Анджелес, там строит свою карьеру, режиссера или кого там, оператора, какие-то проекты участвует, начинает снимать. В общем, он продолжает помогать мне, кстати, сегодня он приедет здесь, нам поставить дополнительные части в наш комплект. Потому что он профессионал. И у нас сын уехал, и я думал, господи, ну пошли кого-нибудь, пошли кого-нибудь к нам в студию. И вы знаете, теперь мне, когда уехал мой сын, я хочу, чтобы вы познакомились с Андреем. Андрей, мой сынок, красавчик, он руками машет, он не готов. Ну что с тобой сделать? Андрей, вот эту камеру включите. Я хочу тебя познакомить, просто поприветствовать. Теперь у меня внук появился, я тебя называю Андрей, Андрюшка-внук. Иди сюда, вот здесь, стань рядом со мною. Идем, идем, идем сюда. Он такой красавчик, молоденький студент. Иди сюда, я тебя просто познакомлю. Вот это, здравствуйте, это Андрюша. Молоденький мальчик, не волнуйся, что ты так говоришь. А, ты в прямом эфире, кстати. Там никого сейчас не оказалось, никто не переключает. Вот, и он помогает, служит нам здесь каждый день. Мы раньше вставали в 6 утра, теперь, слава богу, часы перевели. 7 утра надо вставать. Вот, и он мне помогает. Поэтому спасибо тебе, Андрей. Спасибо большое. Это мой личный кореец. Вот, спасибо, иди туда за пульт. И теперь вместо Алексея у меня помогает Андрей. Хороший брат, молодой, классный такой, живой. Вот, и Алексей, когда уехал со своей супругой Полинкой, кстати, Полинка молодец, у меня такая потрясающая. Алексей уехал, и он забрал свою камеру, которая была центральная, вот такая красивую картинку давала. Конечно, сейчас тоже неплохая картинка, и сейчас тоже у нас идет нормально. Но, когда ко мне приходят гости, у меня возникает проблема. Почему? Потому что у нас нет операторов, у нас камера стоит фиксирована. Другими словами, если я вот так сдвинусь, у нас нет оператора, чтобы поправить картинку. Если я вот так сдвинусь, который бы повел камеру за мной. Поэтому нам нужно иметь несколько камер, чтобы оператор мог, если я здесь сдвинусь, здесь не очень заметно. И поэтому, если что-то происходит, то тогда уже ничего не сделаешь. Мы заранее восстанавливаем, и мне уже Андрей говорит, Максим, пастор Максим, не сдвигайтесь, сидите на месте, не вылазьте из кадра. И поэтому я стараюсь не вылазить из кадра. Вот я сейчас смотрю, например, вот здесь у меня есть мое изображение, я вижу, что мне нельзя вот так, например, сидеть, что я вылажу из кадра. Или вот так, что я буду вываливаться из кадра. Поэтому я уж пытаюсь, раз, так себя настроил, выставил по отношению. То есть не оператор выставляет, а я выставляю себя под камеру. Когда же приходят к нам гости интервью сделать, то тогда возникает большая проблема. Какая проблема возникает? Проблема возникает в том, что у нас не хватает возможности переключать камеры. У нас нету дополнительного плана. У нас есть будет общий план, вот, например, вот эту камеру включите, будет общий план. Будет центральная моя камера. И если у нас два гостя, то тогда одну камеру мы на этого гостя направим, вот эту камеру мы, включите вот эту камеру. Сейчас он включил. Вот эту мы на одному гостя направим, а на второго гостя уже не будет камеры. Вот. И поэтому будет достаточно сложно. Поэтому вот нам очень необходимо приобрести еще одну камеру. Марк 3. Хорошая профессиональная камера. Аналогично есть еще Nikon. Тоже хорошая камера. Дэпидс 750. Ну, они примерно одинаково стоят. Но нам нужно приобрести еще одну камеру. Я пришел к Сианэл, я говорю, дайте денег. Они говорят, у меня там есть управляющий финансами, Марк Петерсон, хороший миссионер, служитель божий. Он говорит, Максим, денег нет. Реально, денег нет на камеру. Говорит, если тебе домверовцы помогут чем-то, если они дадут что-то, тогда покупай камеру. Но если они не дадут, мы из фондов не можем выделить. У нас нет фондов. У нас минус сейчас, говорит. Мы реально не можем ничего выделить. Поэтому вчера Наталья из Мизури мне говорит, Максим, не хватает денег, давай организуем проект. И она была первой, кто поддержала этот проект и сделала. Сейчас сайт у вас появится на экране. Мы сделали вот этот сайт. Сайт, который очень легко читается. Андрей, пожалуйста, включите этот сайтик. Ты уже включил, да? Сейчас он появится у вас на экране. Это очень простой сайт, на который можно вам зайти. Я думаю, что вам сейчас будет видно, как он. Ты можешь вот, чтобы я тоже увидел его сайт, чтобы мне можно было его прочитать. А вот так он называется. Go found me. Вот сейчас на черном экране, Андрей, включи вот этот, как найти сайт. Пройдите на этот сайт, где написано, что мы собираем средства. Он называется GoFundMe. Это значит, иди, поддержи меня. Потом такая черточка. И написано Od3Org. Od3Org. Если возможно, сейчас на экран вам выведут этот сайт. И я по вас прошу, зайдите туда. То есть, зачем зайти туда? Просто поддержите нас. GoFundMe.com Od3Org. Зайдите и поддержите. То есть, вы можете поддержать нас прямо сейчас. Вот в эту минуту. И мы сразу же увидим. Это прямой эфир. Вы сразу видите, что это прямой эфир. И не запись. Если, конечно, вы уже в записи смотрите, там изменится. Я попрошу вас прямо сейчас. Уже 7 человек поддержало. 7 человек поддержало этот проект. И 7 человек у нас участвуют в этом проекте. То есть, 7 человек уже являются нашими партнерами, кто поддержали нас. Поэтому, если у вас есть желание, я попрошу прямо сейчас. Сделайте шаг веры. И просто перейдите на этот сайт. И поддержите нас. GoFundMe.com Od3Org. Вот такой простой сайт. Поэтому я попрошу вас. Просто пройдите, поддержите. Примите участие. Сделайте все возможное, чтобы мы смогли купить эту камеру. Я благодарю этих 7 человек, из которых один я сам являюсь. Я тоже там. Там видно, кто что пожертвовал. Я сам пожертвовал от нашей семьи. Решил поддержать. Потому что эта камера очень нужна. Дома веры. И я обращаюсь к Дому веры. Поддержите. Сделайте возможным. Я буду очень-очень благодарен вам за это участие. Если вы хотите, чтобы у нас были более качественные съемки, нам нужна эта камера. Реально нужна. Это не только камера. Это еще объектив. Это еще штатив. И еще микрофоны. Чтобы мы могли приглашать певцов. Потому что вот в эти микрофоны певцы не могут петь. Они звук не очень хороший. Поэтому, чтобы был звук хороший, нам необходимо, чтобы вы поддержали. Нам нужна камера. Нам нужен объектив хороший. И только объектив там стоит около 1000 долларов. И нам нужны микрофоны, чтобы это дело все подключить. Подключить, чтобы мы могли. Поэтому, если у вас есть возможность, пожалуйста, 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 очень-очень прошу. Пройдите, поддержите. Примите активное участие. Нам вот эта камера. Сейчас изображение вы видите. GoFundMe.com Slash Odd3Org Пройдите и поддержите. Буду очень-очень благодарен. Конечно, вы можете там сделать. Нужно нажать Donate Now. Пожертвуй сейчас. И если вы нажмете Donate Now, вас перекинет он на страницу, на страницу веб-сайта, где нужно будет ввести свои данные. Там номер карточки, MasterCard или Visa или American Express или еще какая-то карточка. Ввести данные вашей карточки и нажать пожертвовать. И это произойдет прямо сейчас. Мы сможем увидеть, поддержит кто-то нас или нет. Я буду очень благодарен. Вчера меня, моя дочь Полинка удивила. Удивила просто потрясающим образом. Она сделала потрясающее видео. Она запустила, сделала потрясающее видео. Это первое видео из ее проекта. Она открыла свой канал на YouTube. И мне очень-очень-очень понравилось это видео. Потрясающее видео. Я просто горжусь Полинкой. Она молодец. Сделала просто очень крутое видео. Об эмоциях. Просто настолько потрясающее видео. Поэтому пока вот мои домверовцы, которые поддерживают меня, отправляют свои, заходят на сайт. Туда. Вот еще раз тот сайт включите, чтобы вы не забыли, какой сайт. GoFundMe.com и потом слэш от 3.org. Я буду очень благодарен, если вы поддержите. Я хотел бы, чтобы это случилось в прямом эфире. Поэтому, если у вас есть возможность, пожалуйста, пожалуйста, пройдите и поддержите нас. Нам нужно собрать. Мы уже собрали 375 долларов. И если вы сделаете, то мы можем больше собрать. Буду очень-очень рад, чтобы это случилось. Поэтому пусть Бог благословит вас. Пройдите на этот сайт. Сайт, который там озвучивается. И поддержите нас. Сделайте ваше приношение. Это очень надежный сайт. Через него шут приходит к нам сразу же. И не придет ко мне. Это сразу же отправляется на Сиенел. Другими словами, это отправляется на Сиенел. Если вы находитесь в Америке, вам пришлют специальную такую квитанцию о том, что вы поддерживаете. Для того, чтобы списать налоги, если вам надо, мы легко можем отправить. Потому что здесь Сиенел зарегистрирован как некоммерческая организация. И может давать такие штучки. Еще раз спасибо всем тем, кто сеет щедром. Спасибо всем тем, кто поддерживает. Я буду ждать, пока еще ни один человек не получилось у вас это сделать. Не знаю почему, но я жду. Пока только 7 человек за последние 14 часов смогли поддержать нас. Если у вас есть возможность, пожалуйста, пожалуйста, прямо сейчас нажмите вашу поддержку. Ну, а сейчас, пока идет эта программа, я попрошу включить им Полинку. Мою дочку, жену моего сына. Она, кто у меня, невестка. Невестку мою. Включите. Я хочу, чтобы вы посмотрели ее новый проект. Я даже... Я спрашиваю. Я спрашиваю. Каждый день нас окружает множество раздражений. Например, вчера мы ехали по фривэю, по дороге, и нас подрезало целых 7 машин. После четвертой машины, я спрашиваю. Тебе не кажется это странным? То, что нас обгоняет куча машин? Ты ничего не хочешь с этим сделать? Нет. Тогда, после пятой машины, я взорвалась и ехала в таком напряжении. Итак, как мы реагируем на разные ситуации в жизни, которые нам абсолютно не нравятся? Есть люди-экстраверты, которые реагируют на все открыто. А есть люди-тихоние. Тихо таят секрет своей злобы. Злоба, грубость, раздражение, неприязнь явно мешают не только тебе, но и всем вокруг тебя. Друзьям, знакомым, родным. Итак, как же хранить этот мир внутри себя? Сколько людей вы знаете, которые постоянно ходят в этом покое, в мире, так блаженно, никогда не ругаются, не ссорятся? Я знаю таких. Что общего между этими людьми? Я заметила, что они все молятся, потому что молитва, она изменяет все вокруг. Она изменяет тон, характер, атмосферу, твое поведение. Она может изменить все. Допустим, вчера, когда мы ехали по дороге, я сидела 30 минут в огромном напряжении. И в итоге всем стало настолько плохо от этого, что мы решили помолиться. И хватило буквально 5 минут, чтобы изменить весь курс дня. Молитва изменяет все вокруг, изменяет тебя изнутри и снаружи. Господь — это не просто заправка для твоего тела, для духа, для души. Но Он хочет, чтобы ты всегда был в огне, в Божьем присутствии, в Божьем покое. Потому что Он так сильно тебя любит. И Его любовь, она такая безграничная к тебе, что Он уже все тебе дал. Дал все свои обещания. Слово Божие — это Библию. Дал свою любовь. Дал Сына Своего, пожертвовал. Поэтому сегодня ты можешь спокойно ходить в мире и покое, и в радость. Господь сказал, что Он есть живая вода, что Он есть источник. И тот, кто из Него будет пить, тот больше не будет жаждать вовек. Он хочет, чтобы в нас был мир, покой и радость. Все Его писание буквально пропитано посланием о любви. Лучший вариант — это сесть с Богом наедине, в тишине, оставить все свои дела, покаяться. Попросить прощения за все обиды, которые вы причинили кому-то. И простить всех своих обидчиков. Благословить их каждого по имени. Сказать это своими устами, а не просто... Как многие из нас молятся. Простите всех, кто вас обидел. Кто-то сказал на вас злое. Кто-то проклял вас. Какая-то компания недоплатила вам бонусы. И попросите прощения за то, чтобы вы обижали, за то, чтобы вы были злые. Покайтесь перед Господом. Отдайте все эти ситуации Ему, чтобы вы наконец разобрались с ними. Господь обязательно вам поможет. В книге Судей Гидиом построил жертву не Господу. И назвал его Иегова Шалом. Иегова Шалом значит «Господь мир». У Господа даже есть отдельное имя о мире. Ведь это так важно для Него. А значит, важно и для нас. Когда мы ходим в мире, это значит, мы в Его присутствии. Мы всегда с Господом. Пока ты там волнуешься, психуешь, кричишь, ругаешься, столько возможностей и радости может просто пройти мимо тебя. Мир — это один из плодов Духа. И по-настоящему мы его проявляем. Не только когда мы молимся наедине с Богом в комнате. Ведь так каждый может. Но когда приходит твоя семья, все чего-то хотят от тебя, все чего-то просят, теребят. Здесь и проявляется настоящий мир. Я помню, однажды я молилась в комнате. Уже часа два я поклонялась. В такой классной атмосфере. И тут внезапно постучала моя мама, и что-то она начала у меня спрашивать. И я просто закричала. «Мам, это я же и молюсь! Не отвлекай меня, я занята сейчас!» Да вообще, к какому Богу она там молится? Если вы чувствуете, что вы постоянно раздражены, и спите, свернувшись вот так калачиком, вы постоянно чем-то недовольны, вас трясет, у вас нет мира и покоя на душе, то нужно остановиться на некоторое время и отложить все свои дела. Иисус сказал, что есть польза, если вы приобретете весь мир, но потеряете свою душу. Господь настолько любящий, добрый, заботливый, и Он так желает, чтобы мы были всегда в Его любви. Все, что от нас требуется, это просто прийти к Нему и поговорить с Ним. Неважно, в каком вы месте, в какое время, суток. Господь, я хочу быть лучше. Измени мой характер, мои эмоции. Я прошу Тебя, благослови меня Твоим присутствием. Господь, научи меня ходить в Твоем присутствии. Такая простая молитва, которая не займет у вас даже пяти минут, может изменить многое. И вы увидите, как ваша жизнь будет меняться, потому что Господь, Он никогда не оставит молитвы неотвеченной. Те, кто его зовут, те, кто призывают, он обязательно отвечает, потому что Он любящий отец. Я желаю вам всем мира, любви и благословений. Всем пока! Доча просто потрясающая, очень хорошо получилось у нее. Ну, молодец, принцесса, красавица. Вот у меня такие, у меня только самые лучшие. Такая она классная, благословенная Полинка. Просто молодец, горжусь. Горжусь ею, горжусь ее трудом, работой. Это потрясающий проект и ожидает у нее большего. Кстати, вот это видео было снято на камеру Mark 3D. На такую же камеру, которую мы хотим приобрести. Благодарю. Только что я видел, что Лилия Григорова, если вот правильно я читаю, извините, сделала пожертвование. Пусть Бог благословит вас. Ну что ж, у нас есть сдвижки в этих делах. Спасибо вам большое. Юрий Петренко, спасибо. Андрей Костик, спасибо вам. Весли От, спасибо. Василий Викторуски. Как-то вот так. Здесь просто латинскими буквами очень трудно читать. Спасибо, спасибо, спасибо тем, кто делает пожертвования. Сейчас Лилия сделала пожертвование через карточку. Если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите. Поддержите и участвуйте в Божьем деле. Итак, еще раз я объявляю о том, что мы собираем на новую камеру. Мы часто говорим, что давайте соберем на камеру. Но вот пришел момент, когда давайте наши слова превратим в действие и в реальные результаты. В периодически на экране появляется этот сайт. И если у вас есть возможность, а я думаю, что у вас есть возможность, с миру по нитке, с Дома Веры камеру мы можем сделать и может получиться. Почему бы и нет? Вы знаете, вера, она делает невозможное. И вера делает шаги по воде. Если сколько-нибудь можешь веровать, веруй, ибо все возможно верующему. И вот тут восклицает человек, Господи, верую, верую, Господи, помоги моему неверию. Боже, помоги моему неверию. И вот это состояние, помоги моему неверию, многие просят у Бога помогать неверию. Я вас попрошу заметить. Если сколько-нибудь веришь, можешь веровать, веруй, ибо все возможно верующему. Многие люди хотят, чтобы Бог помогал их неверию, чтобы Бог помогал их неспособностям, чтобы Бог помогал их слабостям. Но я предлагаю вам не просить Бога помочь в вашей слабости. Давайте попросим Бога помочь и сделать что-то невероятное, сделать шаг веры, сделать шаг в зону невозможного. И вы знаете, когда мы говорим о христианском телевидении, вот когда я начал, вы знаете, это был шаг веры. Шаг веры в зону невозможного. Все вокруг говорило, что мы не сможем этого сделать. У нас не получится, ничего не выйдет. Все вокруг мне просто программировали на неудачу. Они говорили, Максим, пойми, мы в Казахстане, мы же не там, мы не как угодно, ну помоги и так далее. Я хочу сказать, что хорошо. Вы говорите, что это невозможно, вы верите в это? А я верю в то, что я без денег могу сделать невозможное. И кто верит в невозможное, тот делает что-то большое и классное. Аллилуйя. Смотрите, мне написал Сплинчик Сергей. Спасибо за информацию о камере. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, что вы сможете поддержать. Александр Икутск подключился. Привет всем. Где Максим? Да я здесь, Александр. Это моя дочь выступала, Полина. Несколько раз прояснение, но сайт не позволяет пожертвовать. Странно. Сейчас кто-то уже пожертвовал, получилось. Можно на Яндекс кошелек пожертвовать. Конечно же, Дмитрий из Воронежа спрашивает. Зайдите на сайт cnl.tv и там будет как поддержать. И вы можете там через сайт cnl.tv тоже поддержать. И там будет Яндекс кошелек в том числе. Вот. Дорогие мои, еще раз. Мы собираем на камеру. У нас есть три камеры. Но нам нужна четвертая камера, чтобы у нас была полноценная студия. Поэтому я прошу вас, поддержите. Триста девяносто пять мы уже собрали. И мы ожидаем больше. Нам нужно три пятьсот вообще-то. Вот. Но мы уже больше десяти процентов собрали. И ожидаю чудес. Ожидаю, что Бог поможет и благословит. И ваше участие будет очевидным. Вообще, я как бы на этой неделе хотел бы, чтобы мы активно подключились к этому проекту. И активно двигали этот проект. Если возможно, скиньте ссылку на этот сайт gofundme.com slash odd3.org на ваших фейсбуках, в соцсетях. И вы можете сделать это и опубликовать в соцсетях, чтобы другие люди увидели. Вот. Я тоже поддержал. И от моей семьи я тоже сделал такое приношение. Там можно видеть, кто что жертвует. И я благодарю нашу сестру с Лондона. Она тоже поддержала нас. Пусть Бог благословит вас. Благодарю всех тех людей, кто активно участвует и поддерживает этот проект. Я хочу увидеть, что невозможное совершается и делается возможное. Делать невозможное. Творить чудеса. С Элечкой из Сиэтла приветствую вас. Также благодарю Бога за то, что вы подключились. Еще раз напоминаю, у нас сегодня день, когда мы объявляем сбор средств на камеру. Мы хотим собрать на одну камеру, на Mark III, Canon Mark III, хорошая камера, чтобы она у нас стояла и была хорошая картинка, чтобы мы могли сделать очень потрясающее видео. Поэтому, если у вас есть возможность, желание, и, конечно же, есть кредитная карточка или дебетная карточка, где написано визы или мастер-карты или American Express, прямо сейчас пройдите на сайт нашей партнерской проектной программы. И вы можете через этот сайт сделать донейшн и пожертвовать. Кстати, деньги не попадут ни на мой счет, они сразу же попадают автоматически на счет Сиэнэла. Они не попадают ко мне в руки, они попадают на счет Сиэнэла, и Сиэнэл получает эти финансы. Поэтому я не делаю. Вопрос. А если нет никакой карточки, то как пожертвовать на камеру? Ну, вам нужно тогда сделать перевод и сообщить, что вы пожертвовали на камеру, перевод на Сиэнэл. Вы можете зайти на сайт Сиэнэл.тв. Я попрошу, если возможно, Андрей, заоткройте сайт Сиэнэл.тв вот на том компьютере, где лайвстрим вещается, и показать отдельно. Андрей, вот на другом компьютере вывести наш сайт Сиэнэл.тв и показать, где нажать. Там есть сверху кнопка «Как поддержать». Вы можете пройти туда и поддержать нас. Вот. Не поверил, когда в Кишинёй была конференция по поводу открытия Сиэнэл. Кайф, что не поверил. Евгений, мы вещаемся и проповедуем Евангелие. И делаем это каждый день. И хотим, чтобы люди познали Иисуса Христа. Самое главное мое желание – проповедь Евангелия. Все, что я хочу, чтобы Евангелие доносилось до краев земли, чтобы Евангелие распространялось везде, чтобы люди познали Иисуса Христа. В конечном итоге, мне кто-то говорит, о, это Сиэнэл, такое благословение. Я говорю, Сиэнэл – это всего лишь канал, через который к нам приходят благословения. Сиэнэл не является благословением, но ты источник. И когда мы источник… Я, например, люблю воду, но бутылку, я не славлю бутылку. Я открываю бутылочку и потребляю воду. И бутылка – это всего лишь канал, через который я могу получить. Пройдите на наш сайт, на сенэл.тв. Вы там увидите «поддержать». Вы видите, сейчас на экране там показываются вам все эти страницы. Там на верху написано «поддержать». Если вы нажмите на эту красную кнопку, вы сможете нас поддержать. И там нажмите разные методы. Вы все увидите. Это так легко сделать. Если у вас есть карточка особенно, то это можно сделать просто моментально, прямо сейчас. Вот. Спасибо Богу. Благодарю всех людей, кто является моими партнерами. Верим в невозможное. Верим, что Бог может сделать невозможное. И я верю, что вместе мы силами, вместе мы можем преодолеть. Поэтому, если у вас появится возможность, всю эту неделю мы будем собирать. Я верю, что мы сможем собрать до конца недели необходимую сумму и поддержать. Да, обязательно через СНО с пометкой на камеру. Обязательно. Или если вы сделали пожертвование на СНО, сообщите, что вы пожертвовали на камеру, чтобы мы могли знать, чтобы я марку мог показать, что вот эту денежку пожертвовали на камеру. На приобретение камеры. Драгоценные. Люблю, вас ценю, благословляю. Каждый день в прямом эфире. Вот здесь мы с вами находимся. И меняемся. Вы знаете, что происходит с людьми, когда они каждый день смотрят, слушают, участвуют, молятся, прославляют Бога. Что происходит с людьми, когда они открывают свои сердца для Господа. Да, происходят чудеса. Жизни людей плавятся в руках Господних. Поэтому я вас благодарю за то, что вы являетесь участниками Дома Веры. Поддерживайте. Сегодня многие хотят, чтобы была проповедь. Но я сегодня объявляю вот этот марафон. Простите, что сегодня без проповеди. Но я объявляю сбор средств. Я ожидаю увидеть чудо. Я ожидаю увидеть чудо. Чудо и участие людей в этом большом проекте. Мы хотим, чтобы в нашем Доме Веры появилась камера. Пройдите на сайт fundme.com, а потом слэш, такая диагональная палочка, и od3.org. И поддержите нас. Пусть Бог благословит вас. Ценю каждого из вас. Благословляю. Благословляю вас. Обязательно укажите, что вы на камеру, если вы жертвуете на камеру. Это на Евгении с Новосибирска. И сообщите нам, чтобы мы знали. Дорогие мои, пусть Бог благословит вас. Я ценю каждого из вас. Дорожу вашим временем, вниманием. Благодарю вас за участие. Спасибо за то, что вы есть. Вы есть в моей жизни. Вы есть в жизни телеканалов. Что вы участники Дома Веры. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас обильно. Обильно, обильно, обильно. Я молюсь. И в конце хотел бы совершить молитву за всех вас. За моих партнеров, участников. Кто поддерживает меня. За всех тех людей, которые открыли свои сердца. И говорят, Максим, давай вместе достигать людей Евангелем. Слава Богу за вашего малыша, Илечка. Молимся. Я продолжаю молиться. Я вдохновляю всех вас. Во имя Иисуса Христа. Господь, пускай люди стоят в вере. Пускай люди стоят в вере. И верят в невозможное. Пускай люди ожидают чудес. Пускай люди ожидают славы и силы Божьей. Пускай люди ожидают от тебя. И пускай они не просят помочь, их не верю. Но пускай их вера возрастает. Ты сказал, если будете иметь веру с горчичное зерно, то скажите, гореся и поднимись и вернись в море. И так и сбудется. Мы говорим горе, поднимись и вернись в море. Во имя Иисуса Христа. Мы говорим этим горам проблем. Мы говорим этим горам проклятия. Мы говорим этим горам. Горы, поднимитесь. Поднимитесь во имя Иисуса Христа. И вернись в море. Господь, я молюсь за детей. Я молюсь, Господь, за детей, которые нуждаются в чуде. Я молюсь за людей, кто сейчас у экранов и за их деток. Во имя Иисуса Христа я говорю благословение. Господи, благослови Благослови Господь Элю Ее ребенка, Господь Благослови Господь всех тех, кто ожидает Благослови Господь Юлю Сабакана Благослови Андрея из Чехословакии Благослови Славу из Казахстана Благослови Господь всех тех, кто Является участником Божьего дела Благослови Господь всех тех, кто Поддерживает нас и поможет нам Профинансировать, Господи Приобретение этой камеры Во имя Иисуса Христа, я говорю благословения, я благословляю именем Иисуса Христа, каждого из вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас. Благодарю вас. Благодарю Яна за ваше участие. Любовь из Карелии. Пусть Бог благословит. Сестра с Лондоном. Пусть Бог вас благословит. Я всех вас вижу. Вы пишете мне сообщение. У меня последняя минута остается. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Еще раз. Если у вас есть желание и возможность, пройдите на наш сайт. Не наш сайт, а на этот сайт по сбору gofundme.com od3.org Это, кстати, в лайфстриме будет потом записано. И вы сможете пройти и сделать ваше пожертвование, ваше донейшн на приобретение новой камеры. Благодарю Бога за все десятинные приношения. Ценю, благословляю вас. Наш эфир подходит к концу. 45 минут вы так быстро пролетели. Я благословляю всех вас. Ценю, люблю. Поддержите меня. Я буду потом смотреть, кто будет поддерживать. И мы увидим каждого. Хранит вас Господь. С вами был Максим Максимов. Встретимся завтра в это же время. Спасибо за ваше участие. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok